В прошлом выпуске мы немножко заблудились, катаясь на Лебриван, и чуть не опоздали на последний спуск. Но все обошлось. Мы приехали за минуту до закрытия подъемника и благополучно спустились вниз. Ну а сегодня мы продолжаем кататься. Субтитры делал DimaTorzok Друзья, вы только посмотрите, какая красота! Сегодня очень ясная погода, светит солнышко, нет ветра. Это просто офигеть, как круто! Как говорят французы, манифик! Я думаю, что этот выпуск будет очень крутой. Оставайтесь с нами, ставьте лайк обязательно этому выпуску. Кто еще не подписался на канал, советую вам это сделать прямо сейчас. Нам и правда повезло сегодня с погодой. Тепло и солнечно. А после ночного снегопада трассы очень мягкие и удобные для комфортного катания. Долина Шамани включает в себя множество различных курортов. Общей протяженностью трасс более 1000 км. Если ты начинающий лыжник или сноубордист, профессионал, либо фрирайдер, тебе одинаково интересно будет катать на этих трассах. Здесь также есть школы для начинающих с возможностью взять себе инструктора, начиная с одного часа. Стоимость услуги инструктора составляет от 50 евро в час. Что касается цен на скипасы, их можно разделить на 4 основных пакета. Первый – это регион Ивазьон-Монгблан. Зона катания города Межев. С протяженностью трасс порядка 400 км. Стоимость такого скипаса в день составляет 49,5 евро. Вторым будет Лизунж, где мы катали пару дней назад. Протяженность там намного меньше, порядка 45-50 км. Располагается он в 6 км от самого городка Шамани. И скипас там стоит на один день 45 евро. Третий пакет стоит 55 евро и включает в себя 4 зоны катания вокруг поселка Шамани. Это Лебриван, Лежер, Гран-Монтет, Бальм-Ле-Тур и Валарси. Высота спусков в этих горах достигает 2500 метров. Четвертым пакетом является Unlimited Монгблан, который включает в себя 10 зон катания в долине городков Шамани и Межев. Также сюда входит подъем на самую высокую смотровую площадку Агюль-де-Медий и поездка на ледник Мерк-де-Гляс. Стоимость этого пакета 67 евро в день. Кому будет интересно более подробно изучить цены и пакеты, я оставлю ссылку ниже в описании. Welcome! Проходите и изучайте. Приятного катания! Друзья, сейчас мы едем на фрирайбе. Хорош кататься по плавным горочкам. Пора беспределить! Ну, беспределить это было очень громко сказано. И на самом деле это выглядело очень смешно. Потому что мы забрались на пухе, и это единственное место, где я начал падать. В итоге, подъехав к самому обрыву, я все же передумал спускаться и вернулся на трассу. На самом деле, чтобы кататься по бездорожью и заниматься фрирайдом, необходимо совершенно другое оборудование. Если вы катаетесь на лыжах, в таком случае ваши лыжи должны быть более широкие, с большей площадью касаний. Для того, чтобы вы не грузли в снегу. Ну и техника катания, конечно же, отличается. Поэтому, если вы все-таки решили попробовать себя на фрирайде, то в первую очередь обратите внимание на свое оборудование. Готово ли оно для безопасного спуска по бездорожью? Субтитры создавал DimaTorzok Привет, друзья! Сегодня едем в Шамони на ледник, так что не переключайтесь. Мер де Гляс, ледяная пещера, а также поезд Монтенверк, являются одними из самых популярных достопримечательностей долины Шамони. Мер де Гляс является крупнейшим ледником во Франции, 7 километров в длину и 200 метров в глубину. Чтобы доехать к Мер де Гляс и ледяной пещере, нужно сесть на поезд Монтенверк, который отходит от гар Дю Монтенверк в центре Шамони. В хорошую погоду есть возможность спуститься к самому леднику и попасть внутрь, посетить ледяную пещеру и гроты, в которых можно увидеть и дотронуться к тысячелетнему природному чуду. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В общем, мы приехали к кассам покупать билеты и ехать на ледник, но сейчас все перекрыто, потому что приехал президент Франции Макрон и он как раз поехал на ледник. Так что мы ждем его возвращения и, в общем, едем дальше. Продолжение следует... 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 Ну что, наконец-то приехал уже поезд, президент вышел, поприветствовал людей. Кстати, тут было довольно много людей, человек 70, мы вообще думали, что все ждут поезд, оказалось, все ждали президента. И что приятно, то, что на самом деле он дал интервью, подошел, поздоровался с людьми и в принципе, ну вообще вел себя очень спокойно, адекватно, френдли. Минут 10 пообщался с людьми и вот сейчас в шок. Ну что, прекрасный экспириенс. Позже из новостей мы узнали, что президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Шамони именно для посещения Мер-де-Гляз, самого известного ледника Монблан. Все связано с тем, что ледник уменьшается каждый год на 8-10 метров. И это является следствием экологической ситуации, как во Франции, так и во всем мире. Увидев своими глазами красоту ледника, президент Франции пообещал взять эту ситуацию под контроль и всеми силами остановить таяние ледника. Железная дорога Монтенвер была первой туристической достопримечательностью в долине, построенная по индивидуальному заказу. Она была открыта в 1908 году. Поезд отправляется из Шамони и поднимается вверх по склонам горы Игюй-де-Шамони на высоту 1913 метров. Именно оттуда, где расположена станция на скалистом склоне, открывается захватывающий дух вид на ледник. Продолжение следует... Ну что, мы уже поднялись наверх, высота 1913 метров, и внизу перед нами открывается вид на долину, где ледники голубого цвета. Мы очень надеемся, что сейчас откроют эту горло. Сегодня президент Франции был там, значит, в принципе, по соображениям погодным условиям, можно туда попасть. Но пока что она уже открыта. Открывается невероятный вид, идет очень веселый снег, но это впечатляет, и я считаю, что 34 евро это стоимость этой поездки сюда на одного человека. Она стоит того, чтобы их заплатить. Так что, приезжайте в Шамони и обязательно не забудьте посетить ледник. Друзья, вот вам такой печальный факт. Вы, если посмотрите вот сюда, можно увидеть здесь, что уровень ледника в 1820 году был как раз на уровне, где мы сейчас находимся. Это 1900 метров. В 1920 году он в половину уменьшился. И ниже показано, что в 2045 году его останется вообще чуть-чуть. Вот вам наше глобальное потепление и его подтверждение. Очень печально, очень жалко. Так что давайте будем беречь нашу планету и делать все, чтобы остановить это всемирное бедствие. Рядышком со смотровой площадкой есть небольшая галерея кристаллов в виде туннеля в горе, где вы можете увидеть минералы, которые добывались и до сих пор добываются в массиве Монглан. В связи с погодными условиями спуск в ледник так и не был открыт. Начался невероятной красоты снегопад, и мы, немножко уставшие, но счастливые, отправились вниз в деревню Шамани. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Не забудьте поставить лайк, обязательно подпишитесь на канал и отметьте колокольчик. Ну и увидимся на следующей неделе. Пока!